Итак, мы говорили о защите. Я обещал показать фокус, как превратить А в УКВС. Почему это нужно? Потому что летит А, значит, мы должны бросать только, что правильно сделают, а это неэффективно. Значит, мы должны проверить, насколько вводная действительно А. Любую вводную информацию, имеющую параметр, срочность, всегда нужно проверять, насколько это действительно срочно. Ну, если не важно, то вообще проще. Отбор себе, да и ладно. А если важно, но срочно, то есть вводная маскируется Я-А, то есть нужно проверить, действительно ли это так. Как это выглядит? Я скажу, как это делаю Я. В работе с клиентом. Для меня клиент, по сути, такой же босс. Он находится в диалоговом режиме. Конечно, я, вроде, существую независим, но если меня интересует нормальное отношение с клиентом, то, наверное, не надо эту независимость как именно демонстрировать. Без панды, надо заглянуть, надо так, ввести себя все-таки адекватно. Правда? То есть, знает себе цену, но с другой стороны, аккуратно вести диалог. Но бывает, что звонит клиент и говорит, так, Александр, мы срочно решили провести обучение, я вообще выводил это как начало. Вот. Уже интересно. Вот. Нам нужна у вас программа. Я говорю, замечательно. В первом возле. Очень хорошо. А, скажите, пожалуйста, определены ли желаемые «да»? Да, я проверяю, насколько срочно программа. Вы точно там для себя решили или у вас, простите, мысль вздымкнула? Да? Потому что, если вы точно решили, говорят, да, мы хотим провести там такой-то период. Ага, я теперь понимаю. Кроме того, что я еще понял, если они хотят провести со мной, то, собственно, видимо, программа может прийти не сегодня, а завтра. Ну, крайне говоря, ничего за это время не случится, да? Раз уже принято решить. Раз уже ко мне, да? Да, раз уже ко мне. Если же мне говорят фразу «ну, вы знаете, пока мы еще об этом не думаем», значит, я тоже понимаю. Вы знаете, да не про. В чем нету? Дергаться. Да? Тоже понятно. Второй вопрос, если говорят, да, мы предполагаем на такое-то число, я заду следующий вопрос, скажите, пожалуйста, а какая категория персонала предполагает участие? Ну, если мне сразу не говорят, что мы делаем семинар для каких-то групп, так-так-так-так, да? То есть, опять я проверяю, насколько клиент уже, это реальное решение или это какой-то каприз, реакция на негативное поведение, что-то еще. Значит, чем более подготовлен клиент, тем больше серьезный вопрос, правильно? Значит, первая проверка, вот два вопроса встречных. При этом я с чего начинаю? Я говорю, да, очень хорошо. То есть, я как-то рад, но клиенту важно, что его воспринят. Дальше я говорю, устроят ли вас, допустим, это в понедельник происходит, я пишу, посмотрю, если консультант, устроят ли вас, эта программа будет у вас в ряду к 17. Что я сейчас делаю? Я «А» превращаю в «Б». Родно дело мне сейчас бросить письмо и заниматься программой, да? Другое дело, у меня впереди еще два дня, и я смогу спокойно найти там какой-то промежуток, правильно? При этом можно прибавить фразу «Я немедленно начинаю заниматься этим вопросом, устроят ли вас, и это будет среда». Часто оказывается для вводной важно, что вы говорите «Я немедленно начинаю этим заниматься». Ага, мой вопрос придет серьезно, работа срочная, и часто оказывается, что среда вполне годится, и никого это не беспокоит. Поэтому вот этот пример превращения «А» в «Б». То есть, выглядит это как? Александру нужна срочная программа, да? Вроде «О, все, бросаем все, хватаем мешки, вокзал отводит, начинаем писать программу». Я-то, собственно, запланировал письмо салтану писать, да? Ну, если клиент скажет «Знаете, это поздно, да, хотелось бы ее получить сегодня 17-ю». В зависимости от того, кто это скажет, я это его спряму, да? Спокойно отложим писал салтану «Гляди, что салтан не поможет за это время». Но я все-таки проверю, действительно ли это «А». Это хорошее искусство. Я всегда советую парой-тройкой вопросов подумать, а действительно ли это «А» или это «Б». А если это «Б», значит, сегодня можно не делать. Это не значит, что я забуду про это. Это значит, что я нагну на желтую заметочку срочно сделаю тут-тут, да? Ну или там вечером тут-тут-тут сделать. Или подготовить программу какой-то компании. И скину себе сюда. И буду продолжать писать. То есть встречный вопрос. А если вопрос не о чем задавать, уточните, что такое срочно. То есть попробуйте передвинуть как можно дальше. Ну, в разумных пределах, не на месяц, конечно. Как правило, три дня, а не неделя. Иногда человек говорит, ой, нет, это поздно. Хорошо, значит, в пятницу не устраивает, как он в четверг. Как правило, соглашаются в худшем случае на третий срок среда. Вот мы с пятницы, а мы или на среду. Но уже не сегодня, например. Вот. Этот метод несложный. Я советую им пользоваться. Причем советую пользоваться внутри компании также по отношению с руководителями. Это нормальный вариант, да? То есть не попытка не сделать, да? Это попытка проверить, простите, на сколько срочно. Но руководителю, который дает поручение, да, ему надо действительно обозначить степень сложности. А именно не надо говорить подчиненному, срочно сделай это. Желательно спросить, чем ты сейчас занят? И тогда уже сказать, в течение двух дней меня интересует, что ты сделал тут и тут. Потому что часто наша фраза срочно этим займись. Подчиненные воспринимают, как бросаем все и это делаем. Когда мы потом смотрим, что он бросил, у нас волосы в дыду. И мы говорим, блин, так надо же было это закончить. Так сказали. Да? Мы сами виноваты. Потому что задача руководителя не бросать шарики, а четко обозначить приоритеты. Обязанность подчиненного доложить, чем он знает. То есть есть взаимная обязанность. Руководитель обязан назначать сроки, подчиненный обязан спросить сроки. Не спросит, может быть наказан. Вот это очень жесткое взаимообязывающее правило. То есть мы должны сроки назначать, но мы не ангелы, мы руководители, мы люди, мы должны забыть. А подчиненный забыть, спросить права не имеет. Вот такая вот интересная зависимость. То есть подчиненный, не спросивший срок, имеет право не назначать наказан. Руководитель может сам себе встретить лены или характеристики, за то, что не назначил срок. Наказывать нас не получится. Сами себя можем произносить. Вот такие правила переноса. Обязательно с указанием времени, обязательно с интервалами. Стараемся группировать время, группировать работу по характеристикам. И стараемся защищать запланированный период от посягательства. Но не просто закрывать, одновременно закрывая прямой доступ, открывая когда можно. 12 ко мне не беспокоит. Кому я нужен, с 12 до пол первого принимаю все. Потому что до 3-х меня не трогает. Значит, после 3-х, с 3-х, с 4-х, пожалуйста, можно ходить. То есть мы четко обозначаем, когда нужно, когда нужно. Одновременно говорим, кому нужно, лучше записывать из зарыва. Напомню, что удовольствие это не вызов. И следующее правило тайм-менеджмента, без которого все остальное летит к черту, называется закрытый период. Закрыть период, пишите. Закрыть период. Напомню, мы говорили о периодах планирования. Год планирования по кварталу. Квартал до месяца, месяц до недели, неделя до день, день до час. Значит, каждый период планирования должен быть закрыт. Помню, мы говорили, планирование происходит в конце периода. Значит, конец периода завершается закрытием и планированием следующего периода. А вот теперь я сейчас расскажу, что такое закрытие. Сама идея, понятно? Закрыт. То есть один период закрывается, второй планируется. В конце. Итак, что входит в понятие закрыть? Пишем по действиям. Действие первое. Проверить, что сделано что-нибудь. Ну, надо было что-то запланировано найти, да? Мы закрываем день. Значит, мы продвигаемся, что сделано что-нибудь. Если что-то не сделано из запланированного, оцениваем причину. Значит, диагностика, да? Что значит причина? Мы диагностируем два вида причин. Субъективка и объективка. Субъективная объективная. Субъективная объективная.